Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Вопросы о здоровье не иссякнут никогда, и сегодня мы поговорим о том, что вас волнует. Сердечная недостаточность. Еще два месяца назад я поднимался на пятый этаж, а сегодня я уже не могу подняться. То это первый симптом, который должен настроить данного человека прийти и проверить свое сердце. Технология ремоделирования. Эта программа у нас совместная с американскими коллегами, потому что мы вошли в большое многоцентровое исследование, посвященное пластике левого желудочка. Диагностика по одному онкомаркеру. Этот тест действительно может спасти не одну жизнь, если вовремя его сделать. Кремы для молодой кожи. Уже в 21 год наша кожа начинает стареть. И неожиданные источники соли. Не только овощи содержат соль и другие продукты, а фрукты, друзья мои, содержат соль. И как всегда мы формируем полезные привычки вместе с врачом Ольгой Юдановой и компанией Пик Солюшн. Сегодня каждый желающий в нашей студии может измерить свое артериальное давление и получить полезные рекомендации. АПЛОДИСМЕНТЫ И снова сердце. Оно нам не дает покоя, а точнее, мы все чаще переживаем за него. А ведь поводов очень и очень много. Гипертония, атеросклероз, инфаркты, сердечная недостаточность. Недавно белорусские кардиологи внедрили уникальную технологию по спасению сердца. Для кого это представляет жизненно важный интерес? На все вопросы сегодня ответит врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Елена Константиновна Курлянская. Елена Курлянская. Заместитель директора по терапевтической помощи Республиканского научно-практического центра кардиология. Заведующий лабораторией хронической сердечной недостаточности. Председатель Белорусской ассоциации сердечной недостаточности. Елена Константиновна, вот как много пациентов с сердечной недостаточностью у нас в стране? По данным исследования, которое мы провели три года назад, 13% от всего населения взрослого у нас имеют сердечную недостаточность, начиная от первой и заканчивая конечными ее стадиями. Но тяжелой сердечной недостаточности не так много, ее только 4%. Многие думают, это с возрастом. Это будет тогда, когда мне будет под 80, под 90. Какие причины уже являются пусковыми драйверами этого заболевания? На сегодняшний день сердечная недостаточность развивается на фоне любого заболевания сердечно-сосудистого. Это может быть ишемическая болезнь сердца, которая осложнилась сердечной недостаточностью. Это может быть наследственное заболевание, как дилитационная кардиомиопатия, на фоне которого тоже развилась сердечная недостаточность. Это может быть миокардит, как воспалительное заболевание сердца, которое тоже все чаще и чаще на сегодняшний день приводит к развитию сердечной недостаточности. Ну а сейчас давайте еще раз посмотрим, в чем суть этого серьезного заболевания. Сердечная недостаточность – это заболевание, при котором нарушается способность сердца перекачивать кровь. То есть возникает несоответствие между нагрузкой на сердце и его способностью работать. Пытаясь вытолкнуть кровь в сосудистое русло, сердечная мышца постоянно перенапрягается, а со временем ситуация усугубляется, при этом уменьшается сердечный выброс. В желудочках остается все больше крови, они переполняются, растягиваются, и с каждым разом сердцу все труднее и труднее сокращаться. Вот что на последней стадии происходит? На конечных стадиях сердечной недостаточности очень сильно расширяется левый желудочек. У него расширяется и диастолический объем, и систолический, и очень падает его сократительная способность. КПД нашего левого желудочка очень сильно снижается у пациентов с сердечной недостаточностью, и практически уже сердце не может работать из-за того, что левый желудочек не может перекачать достаточный объем крови, который нужен всему нашему организму. Впоследствии, если не лечить левый желудочек, начинает страдать и правым. Он чаще всего страдает вторым. И в конечном итоге оно придет к той точке, когда вообще сокращаться будет очень трудно. Да, оно перестанет просто качать. И какие симптомы тогда встречаются у такого человека, у которого сердце уже отказывается работать нормально? Чаще всего это усталость и одышка. Усталость, конечно, симптом не специфичный. Любой человек может почувствовать усталость. Но мы говорим об усталости, которая была не характерна, допустим, ранее для этого человека. Еще месяц назад он не уставал от данной физической нагрузки, а уже стал уставать и стала появляться одышка. После этих симптомов могут прийти отеки нижних конечностей. Чаще всего это симметричные отеки. Могут быть в зависимости от этиологии, от причины, которая привела сердечная недостаточность, могут появляться боли в области сердца, могут появляться различные виды аритмии. Как долго человек может проходить с одышкой, не обращая внимания? Ну, это зависит, во-первых, от человека. Иногда люди и приходят достаточно рано, когда одышка появляется не от сердечной недостаточности, а от детренированности, просто потому что человек не выполняет физическую активность, и сердце детренируется. И потом на минимальную нагрузку он тоже может почувствовать одышку. С другой стороны, очень много людей приходят очень поздно, когда очень трудно уже сердце привести обратно к нормальному размеру. К сожалению. Ну, не всегда люди за собой следят, и когда развивается постепенно заболевание, сначала человек перестает подниматься на пятый этаж, потом на четвертый, через несколько месяцев, еще через несколько на третий. И человек адаптируется вот к той физической нагрузке, которую он уже на сегодняшний день переносит. Хотя если каждый человек может проанализировать, что еще два месяца назад я поднимался на пятый этаж, а сегодня я уже не могу подняться, то это первый симптом, который должен настроить данного человека, прийти и проверить свое сердце. Работники РНПЦ постоянно сотрудничают с зарубежными коллегами и постоянно перенимают опыт их работы. И в том числе это касается технологий по лечению сердечной недостаточности. Мы внедряем новые технологии, которые были разработаны уже за рубежом, внедряем в нашей стране и помогаем нашим людям продлить, во-первых, продолжительность жизни, а во-вторых, существенно улучшить качество жизни. Они на сегодняшний день с хронической сердечной недостаточностью могут полноценно жить. Вы участвовали в очень уникальной программе. Что вам стоило вашему республиканскому научно-практическому центру попасть в эту программу? То есть что надо было доказать коллегам для того, чтобы они согласились привести уникальную технологию по лечению сердечной недостаточности к нам в страну? Прежде всего мы должны были показать им свой опыт. Больше всего их интересовало, как мы лечим пациентов сердечной недостаточностью, адекватна ли у нас медикаментозная терапия, адекватно ли наблюдение за этими пациентами, хорошо ли у нас развиты диагностические все методы, как мы диагностируем данные заболевания. И, конечно, те методы, которые уже внедрены. Эндоваскулярные методы лечения сердечной недостаточности и хирургические. Это все очень тщательно изучалось с нашими коллегами. И когда они оценили наш опыт, они только тогда привезли эту технологию в нашу страну. И уникальность этой технологии в том, что именно такие эндоваскулярные операции позволяют избегать больших кардиохирургических операций. Да, потому что пациент во время эндоваскулярной операции находится непродолжительное время в операционной, делается очень маленький разрез, поэтому пациент очень хорошо реабилитируется после этой операции. Буквально через час мы можем с этим пациентом общаться. И через пару дней этот пациент может быть уже выписан домой. Давайте посмотрим, как же проходила эта уникальная операция. В Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» внедряют новую технологию. Это одно из самых перспективных направлений в мире в лечении сердечной недостаточности. Инновационное устройство, разработанное учеными-кардиологами из США, готовится установить в сердце 33-летнего мужчины. Лекарства ему уже не помогают. Видите, в операционной тут сразу очень много людей, потому что это и хирурги, которые в данный момент работают, непосредственно выполняют операционное вмешательство. К нам приехали американские коллеги. Эта программа у нас совместная с американскими коллегами, потому что мы вошли в большое многоцентровое исследование, посвященное пластике левого желудочка. В операционной работают лучшие специалисты – эндоваскулярные хирурги, анестезиологическая служба, кардиологи. И, конечно, все высокотехнологичные операции выполняются под контролем специалистов УЗИ-диагностики. На мониторе видны мельчайшие детали. Специалисты ультразвуковой диагностики выполняют УЗИ-контроль, как идет ход операции. Мы видим через пищеводную эфрадиографию, как проходят проводники в полость сердца, как имплантируется само устройство. И контролируем, чтобы не было никаких повреждений, чтобы не было никаких помех, чтобы ход операции прошел гладко и успешно. За состоянием пациента следят и белорусские, и американские медики. Небольшое волнение испытывает каждый, хотя эта технология уже доказала свою эффективность в США. Имплантацию устройства проводят внутрисосудистым доступом. Достигнув сердца, оно фиксируется в полости левого желудочка с помощью своеобразных креплений. Врачи между собой называют их якорями. Инновационная система способна обеспечить нормальную работу сердца. В результате операции мы ожидаем, что улучшится сократительная способность сердца, так как будет значительно уменьшен объем левого желудочка. И тем самым это приведет к тому, что пациенты перестанут прогрессировать или значительно замедлить свое прогрессирование хронической сердечной недостаточности. Можно только добавить, что здорово жить в век высоких технологий. У белорусов появилась еще одна возможность лечить сердечную недостаточность на раннем этапе и избежать осложнений болезни. Елена Константиновна, вот лично вас эта технология чем-то удивила? Она меня удивила, с одной стороны, своей простотой, потому что это достаточно, с первого взгляда, простое устройство. С другой стороны, своей логичностью, как логически было сделано устройство, чтобы оно фиксировалось и чтобы оно уменьшало полость левого желудочка. Я надеюсь, что впоследствии эти пациенты, которые пошли на нашу операцию, существенно изменят свою жизнь, существенно изменят ее качество. Естественно, у них увеличится продолжительность жизни. Вы планируете внедрять таких операций еще больше? Да, мы планируем еще развивать дальше эту технологию. Мы выполнили только три операции. Планируется от 30 до 40. Есть возможность имплантировать такие устройства в нашей стране. Какие планы дальнейшие у белорусских кардиологов по внедрению новых технологий для лечения сердечной недостаточности? Технологии по лечению сердечной недостаточности развиваются и дальше семейными шагами. Мы думаем, что нужно развиваться в направлении лечения структурной патологии сердца. Это имплантация опять новых клапанов, имплантация новых устройств, которые будут лечить те изменения, которые возникают в сердце при сердечной недостаточности. Недавно НПЦ кардиология проводила интереснейшую акцию под названием «Второе дыхание». Вот в чем смысл? Ежегодно мы проводим Дни знания сердечной недостаточности. Это очень интересное мероприятие, потому что мы приглашаем туда всех пациентов сердечной недостаточности. Часть этих пациентов у нас находится на медикаментозной терапии, но очень большая часть этих пациентов перенесли какое-либо вмешательство. Люди после таких акций более привержены к лечению. Даже если человек какой-то пропускает когда-то таблетки, и если он пришел, поговорил с такими же коллегами, можно сказать, он начинает более тщательно следить за своим здоровьем. Они делятся опытом и более привержен к приему препаратов. И мы надеемся продлить их жизнь достаточно долго. Перед трансплантацией или вообще избежать данной сложной операции. Но вот судя по видео, все пациенты вполне активные люди и живут полноценной жизнью. Да, какую бы мы методику ни использовали, или медикаментозное лечение, или имплантацию какого-либо устройства, мы должны довести пациента до состояния, когда он может выполнять физическую нагрузку, и когда он полноценен в семье, на работе. Потому что большинство из этих пациентов, они вернулись к труду, они рабочие люди. Поэтому, когда человек социальный ходит на работу, у него улучшается и качество жизни, улучшается качество жизни его семьи. И очень много людей молодых, как вы видите, на данном мероприятии. Хотя, повторюсь, они перенесли некоторое не одно вмешательство на сердце. Сейчас уже настает холодная пора. А вот грипп и сердечная недостаточность, вот какие здесь рекомендации? Как этим пациентам уберечься? Любая инфекция – это большая проблема для сердечно-сосудистой заболеваемости. И если пациент переносит тяжелую инфекцию, это может спровоцировать обострение сердечной недостаточности. А особенно, если у пациента есть кардиомиопатия, если расширенное сердце, то любая инфекция, а грипп, тем более, может ее ухудшить, ухудшить ее течение. Поэтому, естественно, пациенты, которые перенесли трансплантацию сердца, они должны использовать маски при нахождении в помещении, где большое скопление народа. Если это пациенты без трансплантированного сердца, опять-таки, как можно уберечь себя от инфекции и по возможности, конечно, вакцинироваться. Если нет противопоказаний. Елена Константиновна, но все-таки сердечная недостаточность – это диагноз на всю жизнь. Вот какие рекомендации вы можете дать таким пациентам? Вот как им нужно жить, как им нужно думать? Самое главное – это, конечно, позитивный настрой и вера в то, что мы можем справиться с этим заболеванием. Потому что если вовремя взяться за свое сердце, то в большинстве процентов случаев исход будет всегда положительный. Это контроль своего статуса и это приверженность к тем рекомендациям, которые мы даем. Если пациент привержен рекомендациям, и он верит в успех, то успех гарантирован. О новейших технологиях лечения хронической сердечной недостаточности нам рассказала Елена Константиновна Курлянская. Огромное вам спасибо. Не переключайтесь. Дальше мы продолжим заботиться о вашем здоровье. Оставайтесь с нами. По вине онкозаболеваний ежегодно умирает тысяча людей, а ведь многих из них удалось бы спасти, если бы болезнь была выявлена заблаговременно. Сегодня мы поговорим об исследовании, которое помогает распознать серьезный процесс задолго до появления симптомов. Я приглашаю к нам в студию врача-эксперта медицинской лаборатории Синева Ольгу Шабалтас. Здравствуйте. Ольга, здравствуйте. О каком исследовании сегодня пойдет речь? Сегодня мы поговорим о уникальном тесте, об М2-перваткиноазекала. Этот тест действительно может спасти не одну жизнь, если вовремя его сделать. Когда мы говорим про тест М2-перваткиноазекала, мы говорим о скрининге рака толстого кишечника. Почему это важно и что такое скрининг? Дело в том, что рак толстого кишечника в силу определенных обстоятельств, в том числе образа жизни современного человека, занимает ведущие позиции в заболеваемости во многих странах, в том числе и в нашей республике. Имея результат М2-перваткиноазекала, доктор не поставит пациенту диагноз. Доктор обязательно отправит на колоноскопию. Когда мы говорим про альтернативы, то, скорее всего, это альтернатива такому тоже скрининговому методу, как анализ кала на скрытую кровь. Дело в том, что в рутинной практике этот тест не совсем специфичен. Например, кровь, которая потом обнаружится, остатки, да, в кале, источником этой крови может быть не обязательно толстый кишечник. Поэтому в данном случае этот тест является более показательным. Тем более, когда мы говорим про М2-перваткиноазу, мы говорим как про кровоточащие опухоли, так и некровоточащие опухоли. То самое новое направление, которое дает врачу повод задуматься, да, отправить ли человека на какой-то, на какой-то диагностический прием, правильно? То есть это помощник? Конечно, это первый, скажем так, помощник любой скрининговый метод в практике доктора, но не стоит забывать, что и мы должны заботиться о своем здоровье. Поэтому, если у вас есть какие-то наследственные факторы, то есть в семье было у кого-то онкология кишечника в частности, если вы ведете малоподвижный образ жизни, если есть злоупотребление алкоголем, если есть лишний вес, то это все те факторы, которые являются риском для возникновения такого грозного заболевания. И поэтому пройти такой безболезненный тест раз в году, ну, мне кажется, это возможно. В студии появились вопросы, пожалуйста. Я слышала, что онкомаркер может определить болезнь до появления первых симптомов. Это правда? Да, это действительно правда. То, что касается М2-перваткина, ЗКЛ, то это очень чувствительный онкомаркер в отношении рака толстого кишечника. Чувствительность этого теста достигает 93%. То есть о чем это говорит? В 100 случаях заведомо больных раком толстого кишечника у 93-х этот тест выявит наличие рака и предраковых заболеваний. Соответственно, мы говорим о том, что выявляется патология кишечника и повышенные цифры этого теста в случае полипов, это предраковые заболевания, и в том числе ранней стадии рака, когда растет опухоль. Она активно выделяет М2-перваткиназу, потому что М2-перваткиназа это фермент, который необходим опухоли для ее размножения клеток. И, соответственно, это будет говорить о том, что да, есть опухоль. И прямо сейчас у нас на онлайн-связи специалисты лаборатории. Вы можете задать им вопрос, пожалуйста. Если нет подозрений на онкологию, в каком случае назначают этот анализ? Важен ли, например, возраст? Чаще всего это лабораторное исследование назначают врачи людям после 50 лет. Или с какими-то генетическими предрасположенностями, или дисфункцией кишечника. То есть есть, когда какая-то предрасположенность, клиническая картина, когда у врача есть сомнения в плане функционирования кишечника. Тогда назначают этот лабораторный показатель. Но людям старше 50, еще раз повторюсь, рекомендовано данное исследование проводить в целях скрининга, то есть предупреждая. Потому что этот показатель является метаболическим онкомаркером. Ну, я так понимаю, Оля, что не только после 50, да? То есть вы правильно сказали. Если риск у родственников был, то человек может в любом возрасте пройти этот тест. И я обращу ваше внимание на то, что любое онкологическое заболевание хорошо сейчас лечится. Но при одном условии, если оно рано выявляется. Вы можете задать еще один вопрос, пожалуйста. Одним из методов исследования кишечника является колоноскопия. А эти два метода дополняют друг друга? Или достаточно одного для постановки правильного диагноза? Золотым стандартом является для диагностики именно нарушение функции кишечника и заболеваний, да? Это, конечно, колоноскопия. Золотым стандартом... Это золотой стандарт, его никто не отменял. Но вот этот тест лабораторный первоткиназа, первоткиназа в хале является как дополнением или альтернативным вариантом при скрининге, когда нет патологических изменений, нет патологических состояний, но после 50 лет, допустим, или когда есть генетическая предрасположенность, в качестве скринингового теста мы можем пойти и сдать этот тест в лабораторию. Давайте немножечко поговорим про колоноскопию. Помимо того, что эта процедура, скажем так, одна из самых неприятных диагностических исследований, она требует еще тщательной подготовки. Кроме того, есть противопоказания для колоноскопии. В частности, проблемы с сердцем, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, возраст может быть, когда человек в силу возраста не может ее пройти. Соответственно, тогда М2 первоткиназа просто незаменимы в таких случаях тест, потому что колоноскопия невозможна. Понятно, что когда мы делаем колоноскопию, доктор имеет возможность в случае, если он увидел полип или опухоль, сразу взять биопсию. И, соответственно, тогда мы уже потом получим диагноз. То есть, поэтому колоноскопия является золотым стандартом. Но, однако, в силу того, что я сказала, то, что это неприятная процедура, требует подготовки, конечно, любой человек имеет право выбора. М2 первоткиназа это прежде всего тест для тех, кто боится колоноскопии, тест для тех, у кого есть факторы риска для возникновения рака толстого кишечника, либо для тех, кому колоноскопия противопоказана. Но этот тест не заменяет колоноскопию, да? Конечно. И в очередной раз это подтверждает, что заботиться о своем здоровье нужно в команде с профессионалами, и лучше это делать заранее. И в этом вам поможет медицинская лаборатория Синева, потому что Синева это точная диагностика и быстрый результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ухаживать за кожей в 20 лет, чтобы в 40 на ней не было морщин? И как ухаживать за кожей в 40 лет, чтобы она была как у 20-летней девушки? Попробуем ответить на эти насущные женские вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как думаете, когда нужно начинать антивозрастной уход? Ах, ну точно не в моем возрасте. Ну, в принципе, можно 45. Лет в 35, не раньше. А на самом деле, уже в 21 год наша кожа начинает стареть. Первые морщинки мимические, появляются вокруг глаз, в области лба, переносицы. Начиная уже с 25 лет, замедляется обновление кожи, и как результат она становится более тусклой. Снижается скорость образования коллагена и эластина, а это основные строительные белки кожи. Постепенно истончается жировая ткань, из-за этого теряется объем, и появляются глубокие морщины. Сколько вам лет? Мне 20 лет. И вы уверены, что еще рано думать о старении кожи? Конечно, уверена. А вот давайте мы сейчас проверим вашу кожу с помощью прибора дерматоскопа. Нас очень интересуют такие параметры, как увлажнение кожи, пигментация и морщинки. Лиза, на самом деле, я вас не обрадую. Состояние вашей кожи не на 20 лет, а, к сожалению, на 30 лет. Кожа очень сухая, недостаточно влаги, имеется небольшое количество пигментных пятен. Морщинок мы, конечно же, не увидели, но, тем не менее, мы можем помочь вам подобрать правильный косметический уход, чтобы встретиться с ними как можно позже. Для Лизы я бы порекомендовала гидробиокрем, который хорошо увлажняет кожу. За счет витамина Е, который входит в состав крема, защищает от свободных радикалов и от кислительного стресса. Также для Лизы подойдет крем питательный с дермолепидами, который защищает нашу гидролепидную мальтию от раздражения и чрезмерной сухости. И также крем итальянского производителя из гаммы Аква, который предотвращает образование морщин, делает кожу свежей, содержит активные компоненты это гиалуроновая кислота разной молекулярной массы, омега-6 и масло примуловичерний. Такой выбор косметических средств я одобряю, так как в их составе содержатся не только увлажняющие компоненты, но и запирающие ингредиенты, которые сохранят в коже влагу. А это поможет как можно дольше оставаться ей молодой и красивой. А еще, чтобы избежать преждевременного старения, помните, нужно регулярно очищать кожу, так как избыток кожного сала, пыли, грязи и макияжа также ухудшают ее состояние и запускают процессы старения. Не злоупотребляйте средствами с антивозрастным действием, ведь в 20 лет они просто бесполезны. И, конечно же, не забывайте, что солнце – это главный союзник старения. Защищайте вашу кожу специальными солнцезащитными средствами. Не забывайте, что уход за кожей – это ежедневный ритуал. И не важно, сколько вам лет – 20 или 40. Добиться эффективных результатов несложно, а помогут вам этом специалисты аптеки «Планета здоровья», где с помощью специального прибора-дерматоскопа они оценят состояние вашей кожи и, исходя из ваших потребностей и целей, подберут для вас косметический уход. Современный человек съедает около 5 килограммов соли в год. И это очень и очень много. Но, тем не менее, мы продолжаем подсаливать свою еду, забывая о том, что соль – это не только приправа, а ведь она в нашем организме играет очень и очень важную роль. Но ее избыток приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений. И с этим, мне кажется, сегодня согласится наш эксперт-врач-диетолог, директор студии похудения Светлана Кашицкая. А на «Кухне здоровье» у нас, как всегда, будет готовить здоровую и полезную пищу Вячеслав Горбатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вначале я хочу обратиться к зрителям в нашей студии. А вот вы подсаливаете свою еду, только честно. Соль – это как вода, картошка, хлеб. Мы к ней привыкли. Практически любая хозяйка, каждая хозяйка подсаливает еду, когда готовит. И еда при этом получается намного вкуснее. Ну, вы знаете, действительно, с вами сейчас согласятся миллионы наших телезрителей. Соль играет колоссальную роль. Без нее невозможно было бы сокращение мышц, передача нервных импульсов. Соль стимулирует выработку соляной кислоты, которая влияет на степень перевариваемости нашей пищи, усвоение ее. Кстати, соль участвует в процессах снятия стресса. Но самое важное еще, что хочу отметить, что соль понижает кислотность клетки. И, в первую очередь, клеток мозга. То есть она препятствует развитию болезни Альцгеймера. Поэтому категорически нельзя сидеть на бессолевых диетах, что делают многие люди, которые неправильно пытаются снизить вес и принимать просто без рецепта, без каких-то оснований мочегонные препараты. Но это не значит, что мы должны ложками есть соль. Правильно? Ни в коем случае. Но вот, Вячеслав, что вы понимаете под скрытой солью? Вы знаете, просто многие продукты уже содержат в себе изначально соль. Допустим, те же продукты, вот как я часто использую в салатах, тоже степель сельдерей, который, в принципе, когда ты его используешь, он немного заменяет соль. То есть он уже как бы сам собой подсаливает блюдо. Даже в зеленом горошке находится около 20 миллиграммов соли на 100 граммов. Даже манго содержит соль. То есть фрукты содержат соль. Не только овощи содержат соль и другие продукты, а фрукты, друзья мои, содержат соль. Можете сейчас назвать самые соленые продукты, потому что это те продукты, которые вы первыми исключаете из рациона людей, которые хотят сбросить вес. В первую очередь я бы исключила чипсы, потому что там 30 граммов чипсов это 150 миллиграммов соли. Во вторую очередь я бы исключила сразу все колбасные изделия, потому что два кусочка колбаски это 8, сырокопченый, 8 граммов докторской это 4 грамма соли. Для начала скажу, суточная норма добавленной соли, не той, которая в продуктах, это 5 граммов, это без горки чайная ложка соли. Представьте, 5 граммов нам нужно в сутки добавленной соли. Вы съели два кусочка колбаски, 100 граммов, вы получили 8 граммов соли. В топе я бы выделила все рыбные консервы. В банке икры, одна баночка икры, которую мы берем на Новый год, если кто-то старательно хочет съесть целую баночку, это 4 ложки. Тунец в собственном соку, 930 миллиграммов соли. Но сегодня мы выбрали сыр, и сейчас давайте посмотрим на экран, и подумаем, вот с какими бы продуктами можно было идеально совместить сыр. Сыр это опять же продукт, который содержит соль, и много соли. В нем в зависимости от сорта от полутора до двух граммов на сто граммов продукта. Поэтому я бы его, то есть он достаточно соленый, он очень даже соленый, он идеально сочетается, конечно же, с овощами в первую очередь. И это самое лучшее сочетание. То есть это огурец и сельдерей. Он сочетается, это правда, и с фруктами, но я бы этого не делала, потому что это плохая привычка, дорогие мои телезрители, есть этот великолепный продукт, сыр, который полезен нам, с фруктами, потому что от этого вы сразу поправляетесь. Почему? Потому что вы съедаете в сыре много жиров. Фрукт поднимает уровень сахара, поджелудочная железа на сахар выбрасывает инсулин, а инсулин это поезд, который приехал, и если приехал инсулин, он тут же грузит в вагоны жир и отвозит в жировую клетку. Если инсулина нет, то жир вести некому. То есть, если вы съедите жировой продукт, например, кусочек сыра, и не закусите фруктом, то вы не поправитесь от сыра. Именно поэтому работают жировые диеты. Итак, Вячеслав, вам сейчас предстоит очень сложная задача. Вы должны использовать сыр, но без углеводов, для того, чтобы тот самый параллозик инсулиновый не поехал в наши нелюбимые места. Я предлагаю просто сегодня приготовить фуршет, мы сами знаем, что мы хотим себе побаловать, за столом сесть, какой-то скушать бутерброд с колбаской, с сыром. Я предлагаю заменить фуршетную закуску, сырная корзиночка, то есть у нас там не будет хлеба. Прекрасно. Углеводов у нас будет только сырная корзиночка и салат из свежих овощей и творога. Светлана, вот Вячеслав напомнил тот самый любимый всеми бутерброд. А вот давайте подсчитаем, сколько соли находится, казалось бы, скрытой в обычном бутерброде. Итак, сыр. В 100 граммах сколько вы сказали? Вот в твердом сыре будет, ну, считайте, 2 грамма. 2 грамма. 1,8, но берем 2 грамма. Дальше кладем. Это не 100 грамм. Мы 100 грамм, конечно, не положим, но, допустим, мы положим 50 грамм. 50 грамм. То есть 1 грамм мы получили. Дальше кладем ломтик черного хлеба. Черный хлеб содержится на 100 граммов полграмма. 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 Уже полтора. Уже полтора. Ну и дальше, конечно же, как же бутерброд без любимой колбасы. Или сыровяленой, или сырокопченой, или докторской. Да. Если это сыровяленая, то мы сразу получаем 4 грамма. То есть у нас 6, а в сутки нужно в сутки 5. Один бутерброд, 6 граммов соли и называется... Вы уже пересолились. А представляете, если вы еще будете подсаливать, а представляете, что вы едите все продукты, которые содержат соль. Это просто катастрофа. Вячеслав, а есть ли какие-то секреты использования соли? Секреты есть. То есть, когда готовишь, допустим, первое блюдо, солить надо в конце. То есть, не солить бульоны, не солить супы. Первое блюдо, когда готовишь. Потому что испаряется влага и ты элементарно можешь пересолить конечный продукт. Точно так же и гарниры. То есть, их подсаливать лучше все за 5-7 минут до окончания варки. Кстати, фишка, давайте от меня лайфхак. Берете сольку, разводите в водички и ставите на стол спрей с соляной водички. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик, вы съедите соли гораздо меньше, чем вы вот так крупинками насыпьте. Кстати, очень хорошая альтернатива. Уберите соль со стола. Вот. Уберите. Мы уже запомнили, мы будем ставить растворенную соленую воду. Водичка. Да. Это первый лайфхак. И второй, специи. Специи, это то, что вы ощущаете. Там, цикломат натрия, дальше этот, глутамат натрия, бикарбонат натрия. Друзья мои, это соль. О, еще скажу. В пакетированных соках содержится до 650 миллиграммов соли. И есть еще очень важная вещь. Ведь важно, с чем вы сочетаете вот эту соль. Смотрите, что происходит. Вот браво нашему шеф-повару. Вячеслав, смотрите, что сделал. Вот здесь соль, да, здесь жир, здесь шикарный белок. Но он добавляет сюда овощи. Огурец, ну, сплошная вода. Как раз-таки водичка будет растворять, называется, нашу соль. Это правильное сочетание. Сочетание... Получим, условно, физраствор. Физраствор. Абсолютно верно. У нас же наша кровь, это 0,9% хлорида натрия. Да, все правильно. Поэтому мы-то и не можем полностью соль исключать из нашей жизни. Ее нельзя исключать. Но, Светлана, давайте тогда так. Если мы должны контролировать все продукты, которые мы покупаем в магазине на предмет соли, то, значит, единственный выход для тех людей, кому соль запрещена, это стараться как можно больше готовить самому дома из натуральных продуктов. Все верно. Идти покупать, например, говядину свежую и правильно ее приготовить. Например, не подсолить или без добавления соли. Ну, а сейчас все внимание на блюдо и Вячеславы. Итак, мы взяли твердый сыр, насерли его на крупную терку и поджарили на медленном огне до румяной корочки. Затем перевернули на стакан, чтобы получились корзиночки формы такие, которые мы наполнили салатом. Для салата взяли чищенный огурец, чищенный резис, чищенный стебель сельдерея и творог. Да, я еще добавил немного свежей мяты. Для такого свежего послевкусия. И дополнили мы фуршетное наше блюдо праздничное соленым огурцом с медом. Вырезали вот такие вот в нем как бы отверстия. Ну, не отверстия, а углубления. Углубления. И сюда просто немного меда. Я даже не представляю, что это. Попробуй сейчас. Нет. Светлана, а можно у вас спросить, почему вы так скептически отнеслись к соленому огурцу с медом? Вы знаете, я признаюсь абсолютно честно. Я не люблю то, что содержит сахар, потому что я его очень давно не ем. То есть очищаются рецепторы, и для меня любой сегодня сладкий продукт это уже безумно приторно. Но я, кстати, обожаю соленые огурцы. Что ж, огромное спасибо вам, Вячеслав. Я думаю, он сегодня заслужил аплодисментов. Вы приготовили замечательные, сырные, полезные корзинки. Светлана, вам огромное спасибо за полезные, интересные рекомендации, и еще один совет, как сохранить здоровье. Нужно устроить свою жизнь таким образом, чтобы физическая активность стала такой же необходимостью, как сон и дыхание. Будьте здоровы и берегите себя. А с вами была программа «Здоровье». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...